Добрый день, дорогие друзья! Привет из города Саратова! Я Сергей Шалимов, начинаю серию уроков о саратовской гармонике. Итак, в руках у меня обычная 10-кнопочная гармошка, которую в свое время делали много в цехе на улице Кутякова, более 200 штук в месяц. Ну, тональность самая распространенная, это соль диез или как мы называем ля бемоль мажор. Для тех, кто не знает, саратовская гармоника это однорядный диатонический музыкальный инструмент. Видите, да? Кнопочки в один ряд. И слева у нас всего два мажорных баса. Тоника И доминанта Вторая кнопка это аккорд Многие задают вопрос, а что за третья кнопочка? Посерединке я ее вообще убрал. Вот на этой гармошечке я обучаю детишек. И гораздо проще нажимать нижний, верхний. Всего две кнопки. Бас, аккорд. Если мы потихоньку нажимаем на эти кнопочки, у нас звучат басы. Бас, аккорд. Если мы более резко на эти кнопочки нажимаем вместе с басами, будут звучать и колокольчики. Ну, казалось бы, просто. Но у саратовской гармоники много секретов. Вот. Для удобства я первую кнопочку вообще убрал. Потому что звукоряд начинается со второй кнопки. Итак, тянем на разжим. Один звук, а вжим уже другой. И так, первая октава. В первой октаве все очень просто. И так, на трех кнопочках у нас шесть звуков. Для удобства мы будем говорить в до-мажоре. То есть, независимо от того, какая гармошка, мы будем называть эти звуки так. До. Ре. Ми. Фа. Соль. И ля. Очень удобно. На примере простой песенки, как под горкой, под горой. Здесь сегодня мы разберем первую половину этой песенки. Ее можно... В чем удобство саратской гармоники и уникальность? Вот на двух кнопочках, двумя пальчиками мы можем сыграть песню. Вот смотрите. И так, попробуйте вместе со мной сыграть до-до-ре-ре-ми-ми-фа. Не обращая внимания пока на левую руку, я по привычке нажимаю басы. Вы играете только правой рукой. Еще раз обращаю ваше внимание, что у нас задействованы только два пальчика. Мы их называем первый и второй. Этот пальчик у нас не работает, не задействован. Он находится... Вот мы его в ремешочек вставляем и играем только четырьмя пальчиками. Первый, второй. Чуть позже у нас будет задействован третий пальчик. Итак, вторая часть песенки, как под горкой, под горой. Наверное, обратили внимание, что такой посторонний звук. Здесь расположен воздушный клапан. Чуть позже мы о нем поговорим подробнее. Используем его при игре. Итак, первая половина песенки, как под горкой, под горой. До, до, ре, ре, ми, ми, фа. Ми, ми, ре, ре, до, до, до. Попробуйте сыграть вместе со мной. Итак, на этом первый урок закончен. Благодарю всех за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok